Гуляш мясной, шницель, чай, кофе, борщ и даже сухой паёк. Именно так благодарят доноров за сдачу крови. Сейчас зал пустой, но с утра здесь побывало уже 15 человек. Работники кафе говорят, что это много, ведь в снегопад не было никого. Стол такой, что слюнки текут, при этом всего за 346 рублей 50 копеек. Но честно, выглядит дороже и, конечно, вкуснее. Однако для современных доноров этого недостаточно. После введения нового закона и отмены денежной компенсации ситуация на станции переливания крови всё-таки изменилась. То, что произошёл спад, да, действительно, по сегодняшнему дню пока вижу, что да, произошёл. Но произошёл всё-таки, я считаю, не по этой причине. Потому что, и вот я анализирую этот вопрос, я смотрю и в других регионах нашей страны. В принципе, донор ведь идёт в основном, особенно добровольный донор, безвозмездно сдавать кровь. Поэтому больше, пожалуй, ажиотаж вокруг этого нового закона сыграл свою роль. Спад есть, однако, согласно статистике, за первый квартал этого года пришло доноров больше, чем в прошлом. Основные сложности, как говорят сотрудники станции, с процессом отработки закона и документацией. Я на днях натолкнулся на такой текст 2005 года. Тогда тоже был принят новый закон. И тогда тоже уважаемые люди говорили, что ну нет вот у нас почему-то в законе чёткой формулировки, кто такой безвозмездный донор. Нет этого и в этом законе. Донорство у нас по-прежнему условно безвозмездное. В то время, как во многих странах люди сдают кровь не за деньги и не за еду, а во имя помощи нуждающимся. У нас же торговля кровью становится хорошим бизнесом. Всегда дефицит чего-то был предметом бизнеса. Это раз. А потом внимательно почитайте закон о донорстве. Там, в общем-то, очень многие статьи как раз наталкивают на мысль о том, что не только вот такие объявления в интернете, а что вообще дело заточено за то, чтобы всё-таки была торговля кровью. Мне вот так оказалось лично. Чем закончится эта 54-я акция в рамках проекта «Река жизни» покажет завтрашний день. Именно на него сотрудники станции делают основную ставку. И пусть апрельская превысит февральскую, где и до 100 доноров не хватило одного.